Я счастлив, потому что счастье – это дарить тепло и красоту людям. Этими словами скульптор приветствовал Ульяновца в 2012-м. Художнику Аркадию Ягуткину довелось пообщаться с Церетели лично в Москве на выставке работ мастера. Впечатление оглушающее, поделился художник. Я постоянно, когда бы его не видел, всегда видел какую-то добрую улыбку. Как будто он так сейчас вышел из мастерской, вытер, помыл руки. И ну что, ребята, вот такой вот пример. Ну вот, и вместе с тем, конечно, это гигант. Гигант и в жизни, и в творчестве, благословленный самим Пикассо. Скульптуры и барельефы, картины, эмалия и шелкография. Всех сфер, освоенных мастером, не перечислить. Его работы украшают десятки стран мира. Вот памятник матери Терезе, а это скульптурный портрет принцессы Дианы. В областном дворце книги признались, они не могли не организовать подобную выставку. Мне хочется привести слова одного из авторов статьи, журналов на выставке, что если рядом живет классик, ему нужно аплодировать при жизни. В Ульяновске уже есть четыре работы мастера. Это бюст Пушкина, памятник Столыпину, скульптура Святого Георгия и мозаичное панно бассейна «Морское дно». А в скором времени, возможно, появится еще одна работа. Личные переговоры о ее ставке в Ульяновск с ноября прошлого года ведет краевед Сергей Петров. Звонок был связан с тем, что Зураб Константинович закончил работу над бюстом Петра Аркадьевича Столыпина, который по просьбе внука будет установлен на том месте, где он стоял. Сейчас там временно стоит везд Гончарова. Мы Гончарова освободим от позорной такой функции стоять на чужом пьедестале. Для него будет свой пьедестал. Ну а пока ульяновцы могут еще раз оценить размах творчества гиганта монументального искусства. На экспозиции в областном дворце книги представлены репродукции его работ, альбомы и статьи. Выставка продлится до конца января. Елена Гончарова, Герман Баранов, Вести, Ульяновск.